КАМАЗ провёл двухдневную дилерскую конференцию, собрав в набережных челнах более 200 продавцов. Функционеры КАМАЗа многое рассказали своим партнёрам, а публично стало известно вот что. Гендиректор Сергей Кагогин уточнил судьбу грузовиков свежих поколений К4 и К5, по производству которых больно ударили санкции. Прекратились поставки электроники, компонентов коробки передач, двигателей, мостов, элементов экстерьера. Так, с весны КАМАЗ собирал эти машины в замедленном режиме из накопленных комплектующих. Начиная с августа завод наладил параллельный импорт, и производство грузовиков стало ритмичным. Ежемесячно с конвейера выходят около сотни машин поколения К4 и примерно 150 поколения К5. Такой темп КАМАЗ будет выдерживать до января. Много это или мало? Для уходящей серии К4, когда-то занимавшей около 20% выпуска камских грузовиков, нынешний темп невелик. Но спасать это семейство бессмысленно. Выпуск исходного Мерседеса Аксор прекращён, и турецкие компоненты для той же кабины начали дорожать уже давно. А вот новейшие КАМАЗы К5 спешно локализовывают. Производство этих машин началось ещё в 2019 году, но максимальный досанкционный темп был достигнут к нынешней весне — около 200 машин в месяц. Другое дело, что в 2022 году КАМАЗ собирался не снижать, а в разы наращивать производство. Теперь понятно, насколько вправо сдвинулись эти сроки. Как объявил Сергей Кагогин, с февраля 2023 КАМАЗ будет собирать по полтысячи полностью импортозамещённых К5 с дальнейшим увеличением выпуска до 700 тысяч автомобилей в месяц. Поскольку в следующем году семейство прирастёт несколькими модификациями, то всего в 2023-м должно быть изготовлено около 10 тысяч КАМАЗов К5. Это в пятеро больше, чем в 2021-м. Постепенно К5 становится предметом крупных контрактов. Так, сразу 200 тягачей модели 54901, плюс почти сотню полуприцепов к ним, отправят нижегородской компании при Волжье Транс. По выкладкам самого КАМАЗа, доля марки на российском рынке грузовиков за 10 месяцев 2022 года составила 44%, что соответствует уровню прошлого года. В следующем году автогигант планирует нарастить свою совокупную долю до 50%. При этом внушительную часть рынка уже сейчас занимает в таких сегментах, как спецтехника — 59%, бортовые автомобили — 78% и автомобили с краново-манипуляторными установками — 73%.